Девочки, всем привет! Сегодня я хочу показать вам новинки, а также фавориты 2015 года. Все, что мне нравилось и чем я пользовалась. И давайте начнем. Даже не знаю, с чего начать, потому что этого много. Потому что я в 2015 году очень много накупила косметики. Даже, наверное, не получится в одно видео впихнуть. В общем, начну с базы. Базой часто пользовалась вот этой. От Макапаре ВСТП-1 Стере. Разглаживающая. База Лисант еще она называется. Мне нравится, что она сглаживает структуру кожи и также раскрывает поры. Какие-то мелкие морщинки. Она хорошо разглаживает кожу. На нее хорошо накладывается, в принципе, любой тон. Я использовала вот этим тоном, который также является для меня фаворитом, а также новинкой. Тональный крем от Макапаре ВСТП-1 Ультра HD. Он вышел в прошлом году. И на замену бывшему Макапаре ВСТП-1 HD, который мне не очень нравился. Он был несколько плотным и виден. И не очень хорошо ложился на коже. Подчеркивал шелушение. Пропадал в поры. Вот этот гораздо легче. Он более пластичный. Он хорошо распределяется на коже. Не течет, не плывет. В принципе, то, что нужно. Я не скажу, что он прям суперустойчивый. Но он достаточно хорошо держится на коже. Особенно с базой. И может скрывать мелкие недостатки. Может как-то что-то перекрывать. Там, ну, не сильно крупный. Но тем он мне нравится, что его можно использовать на каждый день. Он легкий. Так. Дальше. Еще одним фаворитом у меня был вот этот тональный крем от Мак. Пронговая. Именно новая серия. Вот в таком тюбике. Не в стекле. Он, конечно, плотный. Но он супер водостойкий. Очень хорошо держится на коже. Очень хорошо весь день. На жирной коже. В жаркое в летнее время. Весеннее, осеннее. В общем, держится на ура. Хорошо перекрывает все проблемы, если они таковые есть. И выравнивает кожу. Выравнивает структуру. Но он уже плотнее, да? Совсем недавно, осенью, познакомилась с вот этим бюджетным вариантом. Сиси-крем от Lumine. В оттенке Light. Очень мне понравился. Замечательный продукт. Он отлично ведет себя на жирной коже. На комбинированный и на сухой, как мне многие говорили. Отлично выглядит. Вообще мне очень нравится. При его цене недорогой совершенно. Он справляется с многими недостатками. То есть, он работает и на обезвоженной коже. То есть, шелушение он тоже скрадывает. И на жирной коже. Он не жирнит все-таки ее. Он очень хорошо подстраивается. Я так поняла. Под определенный тип кожи. И хорошо держится. И скрывает. В общем, мне понравился, честно. Очень такой неплохой вариант бюджетный. И там есть два оттенка. Конечно, это для домашнего использования. Я имею в виду, что это не профессиональная косметика для визажистов. Так как я являюсь визажистом, то я часто совмещаю косметику профессиональную для себя беру и для клиентов. То есть, себе тоже покупаю профессиональную. Но вот решила попробовать вот этот вариант. Мне очень понравился. Так. Далее. Далее, далее, далее. Давайте покажу еще один мой любимчик. Это Nars иллюминатор. Я показывала, кажется, в прошлом видео. В оттенке Капа Кабана. Капа Кабана. Он замечательно свечивает кожу. Он именно иллюминатор. То есть, это не перламутровая, так скажем, база, а именно иллюминатор. То есть, у него достаточно явное, красивое свечение. Такое жемчужно-белорозовое отцвет. Вот. Смотрите, какой. Что мне больше всего нравится, как я уже говорила, он остается на коже. Он не пропадает. И в течение времени, там, в течение двух часов он держится. Его видно на коже. То есть, вот он как влитой втушевался и держится. Он не впитывается. Держится на поверхности кожи. То есть, очень хорошо, когда ты работаешь на фотосессии, ты его можешь использовать. И когда ты для себя можешь использовать, очень хорошо подсвечивает кожу, делает ее более холеной, более свежей. Само лицо получается более отдохнувшим. Ну, за счет такого, очень естественного, такого розовато-белого, жемчужного сияния. Так что, мне очень нравится. Следующий фаворит. Это констилер. Это, конечно же, про Лангвэ. Остается несомненным фаворитом и прошлого, и этого года. В этом году я активно им пользовалась. И накупила несколько оттенков от самого светлого. Например, вот этот НВ-15. Он для совсем светленьких девушек, а также для скульптурирования может подойти. Высветать, например, какие-то участки под глазами, лоб, нос. Ну, в общем, для скульптурирования его можно использовать под брови. Использовать НВ-20 самый ходовой. У меня для многих девушек, для меня также. И у меня еще есть три оттенка, как вы видите. То есть, я им активно работаю. Использую для загорелых девушек летом. И вот разные оттенки кожи. Отлично работает, перемешивается. Хорошо держится под глазами. Не сползает, не всплывает. Его также можно использовать не только под глаза, но и на проблемные участки. И что еще больше, что нравится, что он водостойкий. Он не сдвигается в течение дня никуда. Вот куда положил, так он и лежит. Единственный минус, он подсушивает кожу, если она сухая под глазами. Поэтому может несколько выделить сухость. Но, опять же, его нельзя, я так думаю, использовать на каждый день. Он все-таки суховат. Он стойкий. Это водостойкая текстура. Это все-таки профессиональная косметика. И может подсушить кожу. Это все-таки немножко он тяжеловат для каждого дня. Но на какие-то мероприятия, какие-то важные для вас, вы можете использовать его и не бояться, что у вас откроется снег, откроется какая-то проблемное место. Все будет отлично. Дальше фаворитом остается уже с года в год консилер Makeup Forever Lift Concealer в оттенке третьем. Но я думаю, что и остальные оттенки у него очень хорошие. Двойку, например, тестировала. Это бежевый оттенок для более желтокожих, а с оливковой кожей девочек или более загорелых. Но тройка подходит большинству, очень-очень ходовой оттенок, большинству девушек. Чем нравится, уже не раз говорила, что отлично он лежит под глазами, он скрывает синячки и в то же время он не сушит кожу, он очень увлажняющий. Но при всем этом он не скатывается в складки, он не выглядит, не ползет как-то ужасно, как какое-то пятно. Но, в общем, он хорошо работает с кожей, именно соединяется и перекрывает синячки. Перекрывает синячки. Он, конечно же, не на 100%, на, так скажем, 70%, но для жизни, для каждого дня, я думаю, это нормально. Он не должен перекрывать их на 100%, чтобы не делать лицу масло. Дальше, любимая пудра. И вообще, в Арии там была пудра поезд, как ни странно, наверное, но люблю я поезд. И поезд это достаточно качественная косметика, кто бы что ни говорил, что она не такая дорогая, но она качественная. Это пудра новая, HD, именно транспарантная. У них вышло три оттенка. Это там бежевая какая-то, светло-бежевая, просто бежевая и прозрачная. Вот я, в общем, взяла прозрачную, взяла и для работы для себя. Выглядит, ну, вот, просто прозрачная на коже, видите? Но почему мне нравятся бежевые HD пудры? Они не выбеливают всё-таки лицо, лицо не кажется каким-то мучнистым, белым. И также они безопасны для фотовспышки, потому что нету белого порошка, да? Нет вот этого белого пигмента, который и создаёт отцвет, бликует на фотосессиях, на фотовспышках. Плюс она очень хорошо ложится на кожу, она очень шёлковая, очень нежная. Вот, знаете, не пересушивает, не как-то подчёркивает шелушение, не подчёркивает поры. Но она очень мягко, очень деликатно ложится, поэтому присмотритесь мне. Это был мой фаворит. Из скульпторов, корректоров, у меня фаворитом была палетка от Anastasia Becker Hills. Вот такая. Конечно, больше для работы, может быть, нежели для себя, потому что всё-таки палетка профессиональная, но можно и пользоваться, то есть себе любимой накладывать. Ничего тут такого сверхсложного нет. Состоит она из шести оттенок. Верхний ряд – это светлые оттенки для хайлайтера. Один из них – перламутровый, два матовых, но высветляющих, то есть это для создания бликов. И нижний ряд – для затемнения, то есть это тёмный скульптор для выделения глубины, впадины, для подчёркивания рельефа. Опять же, самый тёмный, средний – более тёплый. И вот этот самый светлый. Палетка называется Fire, то есть это палетка в оттенке Fire для блондинок, то есть для светлокожих. Для светлокожих, конечно же, девушек, для кожи средняя, но для более стремящейся к светлому оттенку. Вот я себе взяла. И я взяла её, потому что тут очень-очень натуральные оттенки, как тёмные, так и светлые. Не желтят, не краснят, не коричневят. Всё, что нужно для работы, мне очень-очень нравится, потому что у нас, в принципе, из корректоров сложно найти оттенки, которые будут именно из кремовых неры жить. Поэтому хороший вариант. И я сразу его купила. И не жалею, мне очень нравится. Дальше. Румяна мои любимые, конечно же, были румяна Мак в оттенке Денти. Это минеральные румяна. Они, мне кажется, подходят вообще всем. Так, я подожди, когда... Они подходят всем. Ну, практически всем не знаю. Они так классно смотрятся на коже, они так классно подстраиваются, под оттенок кожи. Они как-то не теплятые, не холодят, но они очень освежают, очень делают такое приятное личико, использованные себе и клиентам. Ну, клиентам практически всем подходит. В общем, отличный оттенок. Несколько, может быть, он иногда как бы выглядит, может быть, перламутровым, но если очень легко нанести, будет всё красиво и гармонично смотреться. Любимым хайлайтером и открытием моим был Мак Фуфен Джентл. Хотя он уже вышел 150 лет назад, но я его купила недавно. Просто must-have мой и всех, кто его пробовал. Отличный-отличный хайлайтер. Бежевый, сливочный. Всем невестам, а также на вечернем макияже и себе он мне тоже очень нравится. В общем, классный-классный хайлайтер. Soft and Gentle у меня есть ещё от MAC Light Scapade. И тот и тот мне нравится. Light Scapade более для светлой кожи, это более для средней, для загорелой. В общем, для любой кожи он подойдёт. Также любимчиком был вот этот хайлайтер. Ну, вы его, наверное, все знаете. Это The Balm. Как же без него. Он очень классный. Он, по-моему, у меня был в прошлом году, не помню. В общем, но он более золотистый. Более золотистый, чем Soft and Gentle. Этот более бежевый, этот золотистый, но мне очень нравится, потому что иногда нужны разные образы, так скажем, разные. Дальше, любимчиками. В тенях сложно мне, конечно, выбрать. У меня все тени любимые. И это, конечно, это будет сложно всё вам рассказать, всё перечислять. Но давайте новинки и открытия. В принципе, не пользовалась никогда вот этими кремовыми тенями от Dolce & Gabbana. И для меня они действительно открытие, потому что я как бы их попробовала, у меня они понравились. Выглядят они такие. Они немножко не такие, как другие кремовые тени. Они имеют муссовую текстуру. При набирании могут несколько крошиться, но их нужно втирать в кожу. Они используются как монотени, то есть не нужно их сверху перекрывать. Они сами достаточно хорошо выглядят на коже, на лице. Сверху ничего не прилепишь. Я что имею в виду? Для визажистов, что у нас кремовые тени мы используем для подложки. В данном случае они несколько другой текстуры. Они высыхают очень быстро и не имеют липкой текстуры, имеют муссовую текстуру, которая не... На глазах они выглядят достаточно деликатно, очень мягко. Они самостоятельные тени, то есть не требуют сверху покрытия тенами, как я уже говорила. Вот такой оттеночек, очень красивый. Это оттенок Gold Dust. Он немного с розовым отливом. И второй оттенок, который я купила позже, это Pearl Dust 25. Вот такой он сливочный, бело-золотой. Даже не бело-золотой, а бело-бежевый. Вообще очень шикарный, красивый. Следующими кремовыми тенями, моими любимочками, конечно же, остаются Pen Pot. Их у меня много. И я считаю, что это одни из самых универсальных и лучших, наверное, кремовых теней. Хоть их и считают пластилиновыми, но... просто нужно умеет работать. Но они, в принципе, иногда сложные как-то для кого-то в применении. Но я с ними работаю уже очень давно. Самый первый мой Pen Pot – это Penterly, который я использовала как базу, когда это был самый, там, наикрутейший продукт для подложки, потому что другие компании ничего не выпускали. Не было баз, как таковых не было ничего, кроме вот этих Pen Pot. Итак, вот один из моих таких любимых тоже Soft Ochre использовать можно как базу. Ну, вот я так и использую, потому что самостоятельно, он, в принципе, очень скучный, да, но обычно такой сливочный, светлый оттенок. И можно использовать под бровь для выделения брови, да, для подчеркивания, а как база, он отличный вариант. Он имеет несколько такой желтоватый оттенок, но большинству российских девушек он подходит. Penterly для кожи более с розовым оттенком. Но мне не очень сейчас нравится Penterly, потому что я поняла, что Penterly имеет достаточно явный розовый отлив, оттенок, который меняет цвет теней, который вы сверху накладываете. Поэтому Soft Ochre в этом плане более универсальный, он не меняет. Так, ну, конечно же, вот самый моим любимый, который можно использовать как соло, так и как подложку, это Bar Stadia, Bar Stadia. Вот, видите, его уже тут много я использовала. Это жемчужный, цвет шампанского даже, его можно назвать. Вот он. Вот такой. Вот. Только где тут у меня он? Вот он. Вот красивый. какой жемчужный, цвет шампанского. Он прекрасен просто на глазах. Мне очень нравится и на невестах, и на вечерних макияжах, и для выпускного. Ну, просто для девушки, он, не знаю, он любую девушку, мне кажется, украсит. Очень красивый. Так, ну, конечно же, любимый еще конструктивист. Это оттенок для смоки, это оттенок для затемнения, для внешнего уголка. То есть, я могу двумя этими оттенками сделать макияж очень быстро, когда мне очень надо себе сделать быстро или клиенту быстро. Отличный вариант. Вот они могут работать вдвоем, в паре, вот, бар стадии и конструктивист. Конструктивист – это сатиновый оттенок, коричнево такой, сливовый. И тема, он и прекрасен, что смоки можно сделать одним движением с этим оттенком. Просто прекрасный оттенок. Давайте дальше из теней. Ну, давайте покажу новинки, которые и открытие Нарс никогда не пробовала, и Нарс стали открытием этого года. Это интересная такая текстура, металлик, текстура металлическая, мягкая, поэтому все в этом году помешаны на блестящих текстурах. Вот такая. Например, это оттенок Каллиста. Отлично можно использовать на подвижный объект в центр, как украшение макияжа. Оттенок Дион, вот такой, это бежевый. Бежевый такой, более тёплый. Такой нежный. Подбровь на коммуна можно использовать. Они требуют, ну, конечно же, базы, подложки, как и все, в принципе, тени. Потому что имеют металлическую такую текстуру, которую на голое веко точно не нужно накладывать. Поэтому Нарс очень мне понравились. Пробовала первый раз их вообще тени. Ну, я взяла только металлик. Про остальные как-то меня не впечатлили, Нарс. Они очень, мне кажется, коммерческие тени. То есть, нету у них каких-то интересных оттенков для визажистов. Больше ориентированные, вот, мое мнение, на клиента. Там какие-то невзрачненькие тени у них. В основном серо-бежевые, серо-синие какие-то такие. Но я думаю, что это, наоборот, для обычного пользователя более приемлемый вариант. Поэтому я выбрала вот эти три оттенка, которые меня заинтересовали. Так, дальше. Ну, фаворитами, конечно, и открытие этого года стали вот эти интересные палетки от МКПРА, потому что раньше они не делали таких палеток. Ну, у них были какие-то лимитки, но они были не настолько интересными, да, не настолько ходовыми, как вот эти. вот смотрите, какой интересный подбор оттенков. Отличный вариант на каждый, ну, не на каждый день. Я имею в виду, для использования его в обычной жизни, не в обычной жизни визажиста. Но я крашу клиентов, делаю свадебные вечерние мейки очень-очень красиво. Но я имею в виду, что можно его использовать себе, если вы не визажист, взять эту палетку, и у вас будет красивый макияж. Так, что тут мне нравится? Здесь есть и более золотистый, и более бежевый, белый, такой вот какой-то песочный, и цвет шампанского, и в этой же палетке есть более холодный, сероватый, сливовый сероватый, и бронза, и чёрный. В общем, ну, вот это мне очень нравится. Это номер один. Очень нравится в плане того, что она очень универсальная. Наносить обязательно нужно, опять же, на базу, на подложку, потому что структура несколько такая сыпучая, не сыпучая, а даже атласная. Это атласные тени, и они требуют всё-таки набора и выкладывания их на какую-то текстуру, не на голое веко, опять же, Потому что слышала, что их немножко ругали где-то там на форумах, за то, что не получается с ними работать. Я работала, то есть, с клиентами наносила несколько дел макияжей, конечно же, на какую-то подложку нужно их наносить. Ну, и вторая палетка, она, конечно, уже менее универсальная, это больше уже палетка для каких-то вечерних макияжей и больше для визажистов, но тем не менее, я думаю, что и обычные девушки могут использовать для каких-то там вечерних, торжественных мероприятий. Здесь удачно подобраны и тёмные оттенки, и вот светлые как раз, золотистые. Ну, малиновый несколько может быть экстравагантным, кажется, да, но я тоже, я думаю, что его тоже можно использовать, и он пригодится. Первое, однозначно, конечно, более, более такая универсальная, более ходовая. Так, открытием, конечно же, конечно же, были Urban Decay именно монотени, я их уже показывала в Перископ, если кто смотрит, если нет, подписывайтесь, я делаю трансляции чаще, чем на YouTube, наверное, и поэтому показывала там тени со сводчами, покажу вам, уже я их переложила в палетку, вот, и сейчас еще один вам покажу оттенок, который в палетку не влез, это тени именно серии Moon Dust, то есть, можно сказать, прессованные такие пигменты, блестки, ну, вот, посмотрите, какие они очень красивые, конечно же, они праздничные, потому что содержат большое количество шиммера, и самое, самое, самое крутое, что в них есть, это их влажный блеск, который искала давно, да, который делает макияж модным на сегодняшний день, сейчас именно все у нас направлено на передание такого живого блеска лицу, перламутры, блестки, влажный блеск, вот, в общем, вот эти оттенки, очень классные, очень красивые, сами по себе, по структуре, они несколько прозрачные, но это их, наверное, фишка, то есть, ну, конечно, они вам не заменят все оттенки для, как бы, для макияжа, они больше для украшений, и вот в такой коробочке они вообще продаются, вот как в монооттене, да, это еще один оттенок, у меня Diamond Dog, вот такой, коричневый, искрящийся, видите, какой влажный у него эффект, и их можно легко вытащить, переложить в коробочку, которую отдельно я купила, они гораздо легче вытаскиваются, чем остальные другие тени, там, мак и так далее, то есть проблем с этим нет, удобнее, если вы одну штучку покупаете, конечно, нет, не нужно перекладывать, если вы визажист, удобнее коробочку купить, так, и дальше, я хотела вам показать новые тени, которые называются Color Pop, офисажисты, а также девушки, просто уже, кто следит за новостями макияжными и так далее, знают, это американская новая марка, которая недорогая, бюджетная, но у них очень интересные интересные продукты именно тени и стойкие помады, которые бюджетные, но качество у них совсем не бюджетное, чем, чем вообще отличаются тени, они имеют муссовую текстуру и очень сильную пигментацию, очень сильный блеск, они наносятся, конечно, необычным способом, их лучше наносить пальцем, вот, то есть, ну, потому что они вот такие, видите, они даже вот как бы продавливаются при нанесении, и вот, смотрите, какой сумасшедший блеск у них, вот, да, конечно, моя камера не улавливает все этой красоты, вот, такой цвет, там, оттенок это у нас гет-лаки, кого интересует, так, и дальше покажу все оттенки, которые у меня есть на данный момент, но, я заказала еще, еще мне не пришли, но, я думаю, что эти у меня все-таки фавориты прошлого года, вот, такой, смотрите, красивый оттенок, вот, вот, тоже влажное сияние, также можно наносить эти оттенки синтетической кистью, хорошо вбивать, и, конечно же, на подложку оттенок супермодель, вот, такой он розоватый, вот, этот вообще кремовый, у них, в общем, есть еще градация, есть сатиновый, есть перламутровый, матовый, но матовый вообще не брала, вообще мягкий, это сейчас скажу, металлик есть также, да, вот эти я показывала вам, два предыдущих, ультраметаллик, вот этот Get Lucky золотистый, это ультраметаллик, второй, вот такой, это металлик, а этот, сейчас, в общем, перламутровый, перламутровый, в общем, я не могу прочитать, да, Плеазет, что-то такое, так, еще один у меня, еще один оттенок, а, это тоже металлик, второй, еще четвертый, вот такой, вот это сумасшедший цвет, очень красивый, вот такой, I Love This называется, оттенок, смотрится классно на глазах, по-праздничному, по-новогоднему, в общем, ну, классные оттенки, в таких коробочках они, это, это тоже, вот такой, то, это тоже не так, это очень, что-то, это не так, но да, вот, я иду. Продолжение следует...